Русский язык понятен, я отказываю, это пузырь. Я сказала это на камеру. Еще раз. Ты больной. Это еще раз, и еще раз, и еще раз. Голова болит от вас. Да? Да, можно не орать? Выпейте таблеточку. Ты что, совсем что ли охренела, а? Не надо меня снимать, понятно? Снимай девочек на трассе, а я фиксирую. Ты тут всех снял. Или ты девочка на трассе? Девочка на трассе ты снимешь себе сам, понятно? Рот закросил ей. Ну-ка, зафиксируем туалетика. Ты застраховала свое тело? Ты мне угрожаешь? Я сейчас вызову милицию. Мне интересно, что ты там напишешь. Ты только на... Это что значит? На полке оно стояло? На полке эта детская просрочка стояла? Мы сейчас устраним это. Что ты устранишь? Это я уже устранил, снял его. Спасибо за помощь. Спасибо, в кармане не булькает, на хлеб не намажешь. Извините, больше ничего не могу предложить вам. Детское питание, которое ты у меня отобрал. Что ты сделал на камеру? Я вам предлагаю нормально. Ты балабол, получается? Ни в коем случае. Что ни в коем случае? Ну, я не балабол. Да? А кто ты? Я сотрудник этого магазина. Сотрудник магазина «Балабол», который отнял просрочку у меня и спрятал ее. Сказал, что он пробьет, но не пробивает. То есть сотрудник кто? Балабол. Что? Балабол болит от вас. Да? Да. Можно не орать? Ты что, совсем что ли охренела, а? Не надо меня снимать, понятно? Снимает девочек на трассе, а я фиксирую. Ты тут всех снял. Или ты девочка на трассе? Девочка на трассе, ты снимешь себе сам, понятно? Рот закросивай. Ну-ка, зафиксируем туалитика. Эх, эх, клиента ведь какая, а? Моральный, блядь. Как? Вызывай ты мне? Полицию. Давайте вызываем. Уже есть его заоформа. Вызываем полицию и, соответственно, сразу оформим. А камера сняла, чтобы ты девушку оскорбился? А камера сняла, как девушка тронула мою собственность. Какую? Тебя что ли? Смотрите, да, вы правы, все делаете правильно. Ну? Ну? Личи, вы вызывайте их на начальство и... Вот оно стоит. Вот оно стоит. Он же сотрудник, он же не начальник. Вот оно стоит, начальство, сейчас, на сегодняшнюю минуту. Пожалуйста. Ну, у них тоже есть, конечно, начальство. Пожалуйста, нам не мешайте, пожалуйста. Вот, просто здесь тоже не надо никаких цирк. Цирк? Да. Цирк устраивает сейчас он. Вот именно я про это говорю. Так пускай пробивает просрочку. Пускай пробивает просрочку, которую я ему дал в руки. Это уже их проблема, конечно. Что значит их не проблема? Ну, их. Я принес ее, я взял ее с полки. Я же не говорю, что... Я принес ее на кассу. Я хочу ее приобрести. Вот этот вот сотрудник балабол. Он сказал, что он пробьет мне ее. В итоге он спрятал ее вон туда, вот, кассу, и не пробивает. У тебя же снято же все на камеру, правильно? Вот покажешь сотрудник полиции. Он не хочет пробивать мою. Я хочу приобрести, хотя они уже пробили мне просрочку. Ну, вот у тебя чек есть, правильно? Чек есть. Ну, я постоянно такие видео смотрю, да. Ну, я не спорю, да, девочку, правильно? Ну? Ну, просто нужно звать полицию. А вот понимаешь, вон та вот девушка сидит, которая за кассой, она защищает детскую просрочку. С 12 месяцев защищает ее. Ну, если она просрочена, да, спускает. А ей насрать на детей, которых она сейчас травит. Она четко сказала это в камеру. Любая просрочка, она, как это называется? Настя, 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 Настя. Любой кирпич, она страховалась. Ты застраховала свое тело? Ты мне угрожаешь? Я сейчас вызыву милицию. С Беларуси? С другим, мой дорогой. С Беларуси? У нас уже как давно, уже милиции нет. Я сейчас сниму, что она... Я не буду здесь работать, ты понял? Еще раз, ну-ка, кто я? Еще раз. Нет, 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 нет. Еще раз. Пожалуйста, пошли, пошли. Еще раз повтори. Не надо, начали. Слушай. Ты только что оскорбил девушку. Назвала ее проституткой. Понял? Ты уверена? А чего ты решил? Ты уверена, что я именно это слово сказал? Красная девочка. Ты уверена? Или ты балаболка, я тебя спрашиваю? Балаболка? В этом месте. Или ты балаболка? Придите, молодой человек. Чем ты занимался неделю? Наполнял свои. Чем ты занимался неделю, я тебя спрашиваю? Работал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Яковлев Кирилл. Ваш номер с телефона? С тот, с которого звоню. 931-32. Все верно. Продает детское питание с стекшим сроком годности, да? С стекшим сроком годности от 9.02.2021 года. Будете на месте, да? Все верно. Как же еще? Я же вызываю сотрудников полиции, я буду бегать, что ли? Сентральный район, Невский проспект 91, магазин Тикси. Отправляем заявку в полицию. Ждите, реагируйте. До свидания. Все верно. Спасибо. Заодно напишет вон-то гражданочка заявление. Мне интересно, что ты там напишешь. Это кадр просто. Этот кадр такому как-то никогда не даст. Прикинь. Тебе хоть кто-нибудь дает? Прикинь, у меня с этим проблем вообще никаких нет. А вот у тебя не явно есть. Откуда знаешь? Ты свечку держишь? Да, ты тоже. Отойди мне работать надо. Работать надо? Да. Работать надо было еще с 8-го часа детскую прострочку уберем. Я сказала, работать нужно. Отойди, ты мешаешь мне работать. Да? Так я работаю. Да. Что да? Настя. Положить на этом встрече. Ну, пожалуйста. Без мостовцев. Ну, а у тебя они есть хоть? Я обслуживать вас не буду, вы меня оскорбили. Ты мне откажешь в обслуживании? Я отказываю тебе в обслуживании. Еще раз. Повтори на камеру. Я отказываю тебе в обслуживании. Отказ в обслуживании покупателя. Тут уже будет штраф, соответственно, тебе, не предприятию торгового. Так, 60-й. Там есть светлое, оно подешевле. Рядом. Русский язык понятен, я отказываю это в обслуживании. Я сказала это на камеру. Еще раз. Ты больной. Это еще раз, и еще раз, и еще раз. Нет, ты скажи, что ты мне отказываешь в обслуживании. Я отказываю тебе в обслуживании. Сюда пройдешься. Я сказала тебе это на камеру. Ты что орешь, да? Что, больная, что ли? Я не понимаю. Больная. Иди лечись. Вот. Это пиздец. Еще и матом ругается на рабочем месте, а? Ну, в жизни. В жизни? А тебе есть в жизни место? Да, мне есть. Да? Да. А не стыдно продавать детскую просрочку? Нет, не стыдно. Не стыдно. Не стыдно? Нет. Мне за вас стыдно. А за себя нет. Ну, какая же ты парашница-то, а? Прикинь. А как ее зовут? Анастасия. Анастасия, фамилия у Анастасии есть? Где у нее, кстати, бейджик? Чтоб не идентифицировать. Бейджик у нее где? Сладкая кукуруза. Банка мятая. Еще одна. Вот такой вот ананасик продается. Но он весь в плесени, к сожалению. Вот, плесень. Еще плесень. А тут у нас разваку. Вот такая вот колбасочка за 139 рублей. Срок годности истек 14-го, 2-го. Вот еще одна колбаска. И эта колбаска должна быть в вакуумной упаковке. Мясо. Я бы сказал, даже говядины там. Микоян. Срок годности истек 16-го, 2-го, 21-го. А вы кто? Ну, я здесь работаю. Ну, не здесь, а в доме. Просто клиент. Мне сказали, что вы тут ревизию проводите. Кто сказал? Ну, я вижу, что вы делаете. Нет? Я пока выбираю себе продукты питания. А, хорошо. Для того, чтобы их приобрести. Так, и что будет дальше? Дальше. Ну, это уже будет мое усмотрение, что будет дальше. Попытно ваши действия. Здесь какое число, вот ниже? Здесь? Да. 16-го. А сегодня какое? 17-го. А с 9-го, 02-го, 2021-го года детское питание с 12-ти месяцев для детей тоже не успели? Безоборажно. Я у них уже второй раз. Я у них уже в прошлом году был. Я их оформлял с сотрудниками полиции. И сейчас решил проверить их второй раз. Пиво просроченное, детское питание просроченное. У нас Роспотребнадзор не работает, он молчит. Сейчас предсотрудники полиции будут составлять административное правонарушение за реализацию детского... Ой, детского уже. Просроченного продукта с истекшим сроком годности от 30-го, 01-го, 2021-го года. Вот такой вот у нас барни детский. Срок годности истек 4-го, 12-го, 20-го года. Вот еще один барни. А срок годности истек 10-го, 2-го, 21-го. Такая вот у нас моцарелла. Срок годности истек 5-го, 2-го, 21-го года. Вот такие вот куриные продукты. Ребят, если честно, срок годности еще хорошие, да, у этого продукта. Но они заморожены. Вот там лед, просто лед. Нарушение температурного режима. Мария Александровна. Пока. Ни в коем случае не звоните ей по номеру телефона и не спрашивайте, почему у нее работают неадекватные сотрудники. И не спрашивайте у нее, почему у нее продается детское просроченное питание с 9-го, 02-го. Вот такой вот авокадо. Дата упаковки 26-е, 12-е, 20-е. Срок годности 120 суток. Ну, там, к сожалению, плесень. Я так полагаю, что это печень, но на ней нет никакой информации. Вот такая вот рыбка нарезанная. Срок годности у нее хороший. Ну, здесь есть ключевое слово, упаковано под вакуумом. Вакуум здесь нет.